У нас людей, имеющих автомобильный транспорт на территории города, составляет 73 тысячи автомобилей, 73 тысячи единиц техники. Поэтому, конечно же, вопрос парковки внутри двора, рядом с домами, он крайне актуальный. И на данный момент, общаясь в рамках комфортной городской среды, мы наблюдаем в этом самую большую активность. Соответственно, хотелось бы подчеркнуть такой момент. Мы отработали порядок предоставления парковок для тех жителей, которые желают рядом с домами, в близости непосредственно организовать парковки за свой счет. И такие желающие уже есть, поэтому именно по просьбе активных жителей мы разработали пошаговые действия благоустройства и расширения стоянок внутри дворов. Но хотелось бы отметить, что те люди, физические лица или юридические лица, которые выйдут с такой просьбой и осуществят за свой счет парковку, это не будет говорить ни в коем случае о том, что эта парковка будет уже частная и исключительно только тех лиц, которые ее организуют. Это общедоступные территории, это территории, которые имеют право ставить автомобили и все остальные граждане и жители города Балакова и гости города. Поэтому здесь хотелось бы сконцентрировать внимание, чтобы не было ни в коем случае какого-то однополярного действия. Вот я сделал, я уложил там асфальт, организовал так называемую парковку, она исключительно моя. Нет, это территория общего пользования, это по желанию. В рамках комфортной городской среды и муниципальных проектов мы, конечно, работают проводить, будем по расширению парковок там, где это возможно, не в нарушении закона. Но, тем не менее, такое право мы предоставляем наиболее активным жителям и сейчас уже такие желающие есть. Соответственно, пожалуйста, обращайтесь. Правила есть в открытых во всех источниках. Используйте такую возможность. Кто желает сделать так называемые комфортные парковки, согласование администрации города Балакова и Балаковского муниципального района в ближайших домах. Это может быть и муниципальная территория, здесь надо смотреть от заявки, от желания жителей, какое решение будет им принято. Будем непосредственно смотреть уже по факту каждого дома, потому что это практика такая первая. Соответственно, индивидуально будем подходить, не затягивая, рассматривать оперативно эти вопросы. На Ленина 60 такой проект уже есть, он осуществляется, поэтому, пожалуйста, можете воспользоваться таким правом. А узаконить уже то, что имеется, например, на Комарова за Гульвером, там они незаконно сделали, можно ли ее потом, например, узаконить? Надо пройти в рамках, опять же, этих правил. В рамках этих правил пускай заявятся, сделают четкие границы, предоставят на комиссию, и мы уже непосредственно с этим вопросом поработаем. Еще раз говорю, это такой пробный шар, он связан с тем, что у людей вышла инициатива. Мы самостоятельно разработали пошаговые действия благоустройства. Ну, понятно, наверное, будут какие-то дополнения, поэтому будем разбираться индивидуально с каждым проектом. Индивидуально с каждым проектом. Но еще раз хочу сказать, что это общедоступная территория будет после благоустройства для всех. Это городская территория, которая никому не будет перетана, она также останется в муниципальной собственности. Это только право с тем, чтобы люди воспользовались этими парковками. Связано это с тем, что на сегодняшний день закон о зеленых парковках, так называемый, вступил в действие. Мы, с своей стороны, не ставим задачу наказывать людей, но предупреждать мы обязательно будем. Особенно тех, кто грубо нарушает правила данного закона, мы предупреждать будем. Если со второго, с третьего раза тот или иной нарушитель все-таки не внимет нашим предупреждением, то, конечно, будем и применять действие уже материального характера в рамках этого закона. Ну, а в целом мы ставим с собой задачу, чтобы люди знали о том, что этот закон такой вступил в действие. Мы будем предупреждать, а с тем, чтобы был порядок и благоустройство, мы предоставляем право людям самостоятельно организовать открытые парковки. Тем более, что у нас достаточно свободных мест на стоянках, достаточно свободных мест. Мы проанализировали, поэтому люди могут воспользоваться или стоянками в рамках этого закона, или организацией стояночных остановочных мест рядом с домом. Продолжение следует...